Так, пошло с первого раза, но с какими-то дропами. Так, ну что, ребят, пошло что-нибудь? О, пошел, у меня пошел. Ну, ё-моё. Чудо случилось. Ребятки, все, всем респект, кто к этому причастен, из парней. Ну, слава богу. Я уж сам испугался. Гидер говорит, что еврокореец может выиграть Близзкон. Он это сейчас докажет. Ну, посмотрим. Что же он тут докажет. Слава богу, ребят, что все заработало. Я уже хотел брать ключ с твича, пытаться настраивать на твич напрямую. Бой колом. Ой, прошу прощения, что проблематично, потому что, на твич, я тысячу лет не стримил вообще, уже и хрен знает, как туда запилить. Что, твич, твич должен работать. Че, он не работает, очень непонятно. Так, че-то рестрим у нас. Ну, ребят, я стоп-стартов пока не буду делать. Так, хоть ггплеер работает. Так, джара, xx, us. Только звук. У меня изображение работает. Не знаю. Попробуйте обновиться. Лусификатор, тебе спасибо, извините, тут технические моменты. Есть всякие накладочки. Будем надеяться, все нормально. Картинка идет, напишите, ребят. Да хрен знает, че там, куда Роттердаму наложили. Не у премиумов, у высокого идет у кого-нибудь, я надеюсь. Ну, отлично, все тогда, пока я не буду трогать, раз у большинства, что-то там работает. А вот, все понял, Брэд Пик, отлично. Ну, пытайтесь обновиться, как-то, ну, печалишка, да, здесь полная, но... Ну, вот вещь, к сожалению, оффлайн. Кстати, напомню, что вы не забывали ставить лайки на ютубе записи, если переходите туда. Потому что из-за них будет наш канал и Спаркрафт попадать в топ. За это всем большое спасибо сразу. Ну, нет, твича пока, судя по всему, не будет, потому что Пептар писал, что не упал ретвич. Здесь я уже раз 7 стоп-старт нажал, тоже ничего не происходит. Все спят, то бишь, походу, без ретвича будем мы сейчас. Тут ничего не поделаешь, технический момент. Надеюсь, завтра будет лучше, нужно резать, фиксить это все дело. Короче, ТЛО хочет, чтоб 3-2 было, ему ЗВЗ нравится. Ну, он же ЗВЗ, конечно, ему ЗВЗ нравится. Так, ох, прошу прощения. Хрена себе, только инконтрол на гидру ставят, а почему, почему все на рогах. Вот рог, я вот честно говоря не понимаю, рог 6-1 по матчам по статистике выиграл, я может не туда смотрю, может там на Али Гулаке ошибка. Пользователь Гуджи Фест активировал премиум на ваш канал. Сейчас я еще раз на Али Гулак даже гляну, потому что... Да нет, гидра 6-1 по матчам. 4-1 по картам. Спасибо за подписку на премиум Гуджи Фест. На английском. Ну, а поработим их всем, так вот так вот. Скажите нам все почему, сейчас. Ну, есть несколько причин, почему. Скажите, все они. Все как-то идет для рога, потому что он живет в карьере. Но я думаю, что самое главное, что никто не смотрит на камеру, и может быть, они не знают, потому что они не смотрят в карьере как много, потому что этот парень так хорош в предприятии. Ну, это Giudгант я, за всех сторон. Ну, поднимаем. Ну, это будет. Ну, это Nicolas лезь. Ну, это женщины, мы видим его. Ну, это Бриджед с Рудгеймингом. Ну, это Хидра! Ну, здесь он. Ну, мы видим его, мы видим его в паре. ну я это имел еду да научим дурачков уму разуму ну что ребят гидра против рога ставку я делал на гидру потому что по статистике 6-1 по матчам он ведет я не понимаю почему все за рога хотя 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 рук в корее гидра нет не знаю короче это и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Поехали Бежит пара илингов Рок вперед Бейлинг Несс плюс Мух делается Чем Гидра собирается отбиваться Судя по всему застройщикой Да, вот Роуч Уоррен пошел Эволюшн и Королева приходит сюда Тоже встает Две Королевы илингов встречают Смотрите, как круто Гидра встретил Ну что же Лэр чуточку позже У Рога, но не дико он отстает У Гидры Роуч Уоррен, Рог пока не видел Его сейчас спалят Здесь застройка полная Ну я не знаю Карта на этой карте далековато идти Если будет пуш на Роучах То нужно, ну очень четко будет выйти До готовности Мува еще Не, ну это перебор его Ребят, не надо такие вещи писать Циркумфлекс 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 Спасибо, Памич А как писать? Блин, надо сделать кнопку Чтобы нахрен Чтобы нахрен просто можно Урубать ее было сразу А, можно обновить Блин, можно страницу обновить Я прошу прощения Надо было обновить Спасибо тебе, Биан Каннери Очень приятно Все больше такого Я надеюсь, не будет За поддержку Здесь королевы гоняют оверсиров Роу к нам Увилингами здесь рядом Но Роучи достаточно много У Гидры еще строятся По лимиту он впереди Нет, знаков там было Я тебе скажу вот сколько Сейчас я тебе скину в чатик Вот столько там было знаков Поэтому Все нормально Она ничего не залагала Хоть сегодня она За гулы ушла Но Пока стримы падали Но все-таки Все правильно делает Роучи Выдвигаются Вперед И через камни Судя по всему Гидра собирается Нанести удар 103.83 По лимиту Девять муталисков Заказано Но успеют ли они Доделаться-то Девять муталисков По лимиту у Роучи Честно говоря Печальненько Пока Здесь попытка Роучи отжать Роучи тяжеловато Будет отжать Роучи Пытается в королев зайти Заходит в королев Чтоб мутка подрешала Трансьюзы от Гидры Практически идеальная Здесь плетки Перекапывают Смотрите Рок встречает И Гидре все Не продавить здесь уже Королев маловато Рок мутку масит Пять плеток Есть сейчас Может быть Имело смысл Сменить направление Удара Роучами Пока Не меняет Направление ударов Гидра Роучами Муталиски Подлетают Королевы Трансьюзица Контр забегания Лингов идет Сейчас Но проблема Гидры в том Что он приходит Сейчас к плеткам Прямо Плеток Хренова гора Без Нидуса Без всего тяжело Рок контратакует Замечательно Сейчас Поэтому Тяжеловато будет Роучи заходят Плеток много Я не понимаю Почему Рок не мастит Мутку сейчас Просто Дичайшим образом Ким-то Плетками Не фокусятся Королевы Считаю это ошибкой Потому что Плетки все Вынесены Королев Действительно Много еще Дрона Выходит Муталиски Чуть Спор 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 Копается Это минус База Она сейчас Все Зарешает Эта спорка Сто Сто Десять Роучами Роучами Прорваться Ну нахрена Так С Закоп Закоп Никуда Ломиться Не надо Просто От обороны Выйти в технологии И все Замечательно Будет Роучи Прямо На третью Заходит Попытка Фокуснуть Рабочих Не надо Чтоб Стрим Еще Здесь Падал Вот так У нас Проблемы были Бамсик Бабу Можно На мужика Поменять Тут Есть Мужик Наркоман Так Аля Мэджик Такой Переводчик Короче Два варианта Мужского Голоса Два Женского С четырьмя Тональностями Нейтральная Доброжелательная Доброжелательная Злой И Смешанная Там Какой-то Такая Вот Хренатень Ну что Тут Попытка Лингами Прогрызться Мутарисками Пытается Гидра Принимать Роучий Рога Точнее Роучий Гидру Нидус пошел А куда Нидус то попрет сейчас Кстати Парабам ситуация равная Подержал ваш канал на сумму 50 рублей ровно Пасаны Бабушка сказала Гидра победит Бабушка мне Никада не врет По мечу Спасибо Ударение Ударение Как обычно Ну что Две королевы Сныканы Кстати На дальней базе Вот они Были обнаружены Не повезло Королевам Что они там стоят Я что-то не понял Минус королевы В итоге Спасибо за поддержку Крепту Куда Нидус то пилить Некуда Впиливать просто Нидус пошел На дальний Хайграунд Здесь есть Роуч 97 116 По лимиту 8 муталисков Урока Кстати если это мутка Достроится Будет печаль Нидус сейчас Будет уничтожен Как вовремя А как он Прочитал то А он понял Что туда просто Будет Королевы высаживаются Королев много Они с плюс 2 Есть инфесторы Но блин Без Нидуса то тяжко Нужно заходить Как рок-карту Сейчас царский контролит Вообще 5 инфесторов 12 королев Там Сколько-то Роучи еще Все это Пешком Выдвигается Сейчас Это очень долго Будет муталисков Все больше и больше Рок будет Лешатат Да он может Дальнюю базу Шатнуть Но Там есть спорка Но там муталисков Скоро будет Больше 20 Что и спорка не поможет 162 114 По лимиту Если мутка Ворвется Роучи Отконтролить Инфесторы Возвращаются Назад Вынести Инфесторы Выпрыгивают Сюда Можно и Трансьюз Что жалеть Сверху Там у рога База Лимита Лимита Достаточно Сверху Сверху Получают Трансью Трансью Благодарю Благодарю Трансью 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 Сейчас нужно пытаться минуснуть Лингов прямо на приросте Пытается минуснуть Не так-то просто это сделать Добычи в итоге нету Вместе с дронами будет Рог сейчас Линги принимают бой Сзади очень хорошо Линги выходит Рога больше здесь явно Королева бой принимает так же И Гидра не может продавить судя по всему Да это ГГ Рог в великолепном стиле отбивается 1-1 счет становится Ну пул первый ребятки Это билд против не пула первого А конечно же хаты Правильно что Рог не дрался Далеко за рабочими гоняться не стоило Нужно было попытаться Принять видимо на личинках Лингов чтобы вышедших Но их окружить очень тяжело на самом деле Вот Но если получилось Хотя пару сгрызть Уже можно было бы попытаться подраться Но королева перевес полный давала Даже без королевы скорее всего Отбился бы Рог Вот Как-то так С хатой не получится столько кататься Во-первых Во-вторых С хатой не будет королевы Абсолютно точно Это совершенно разные вещи Против хаты Линги с дронами Они вообще решают Ну а Это попытка от Гидры Сделать изи 2.0 Пока что Ни хрена не вкатывает Ну а чем так спешил Не знаю Зачем мне твоя демка Ни о чем Если очевидный момент Что Это убивает При нормальном исполнении Вы видели мы тысячу раз Такое Можно отбиться И 3 хаты до пула Против 6 пула Иногда Но Как-то А Если урок ревоща Тогда конечно же Тогда О чем говорить Какой Гидра Какой рог Нам тут Вась Делать нечего Тут только ревощ С его большими Яйцами Как Шурак Гарет на игре Про Громоздилу Там Кинг-Конг Был Вот Только так Может здесь решить ЗВЗ 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 чем помирился не помирился человек впаривает продемку вот опять посмотрите пул опана агрессивный билд ребятки это пул бейлинг баст идет сейчас против хаты 1 очень эффективный билд но на этой карте далековато бежать все зависит здесь от исполнения давайте оставим тема демок темы кого бы то ни было кто не на блесконе ну что дроны выведены сейчас рогу а чё с бейлингами то блин а а чё бейлинг место такой поздний не понимаю я сам не знаю про какие демки идет речь выводится опять дроны бейлинги запилены сейчас прямо на рампе hydra принимает будет спит бейлинги доделаться не уверен я что бейлинги доделаться успеют но вроде успевают ой один успел подохнуть как hydra отдается как бич сейчас просто блин билд кривость бейлинг поздний вообще хотя может рог какой-то 13 пул сейчас пилил перестраховочный но hydra очевидно сейчас просто сливает игру в никуда бейлинги не запилены овер куда-то летит чон делает вообще не понимаю две игры просто ну в такой бред взять и слить бывает всякая конечно спора я не имею но здесь уже гг очевидная абсолютно supply блок что-то бегает зад вперед вообще непонятная ситуация 21 или hydra жалеет наше время просто что-то белый логи Продолжение следует... Ну что, посмотрим за Гидрой сейчас. Хотел бы я... Ну, не будем сейчас мотать. Никуда, не сюда. А, ну здесь, наверное... Хотя на Ютубе вроде можно мотать. Да? Какой пул, интересно, был после хаты. Вот хата пошла, допустим. Так, пятнадцатая хата. А, ну, пул, судя по всему, без заказа дронов был, в принципе. Прилетает Рок, и да, он не строит дронов. Да-да-да, посмотрите. Ну, это да. Так это всё отбивается. Насчёт тут, кстати, газа. У меня такое ощущение, что Гидра слишком много рабочих снял. Почему такой Бэйлинг Нест-то поздний в итоге вышел? Или это пул ранний просто получается очень? Бэйлинг Нест пошёл, но... Вот сейчас, вот смотрите. Готов Бэйлинг Нест? Вот сейчас. Линги бегают. А нет, кстати. Сразу Бэйнов на... Ну вот, позиция для Аморфа Бэйнов просто ужасная. Почему их где-то вот здесь не заморфить? Или здесь, чтобы их вот так вот не выцепить было? В итоге вынужден лингами драться с дронами-рабами? Полный провал. Хотя по билду Рок грамотно отбивался, естественно. Там пул ранний и так далее. Но Бэйлингов мог получше подморфить Гидра. Ведь даже при таком раннем пуле рабочих так много нет. То есть там буквально сконтролил, получше лингов убил. Бэйлинг и милинги свои прибежали. Если не отданы, там королеву можно подгрызть. То есть можно расконтролить. Бамсик, я об этом не думаю. Там поставные все это матчи, это паранойя. Я не думаю, что там это как-то влияет. Не могут все вписаны быть в эту тему. Болеют за Гидру. А Гидра делают полную хорень. Ну что же, надеемся на то, что Гидра сейчас сравняет. Что-то вообще он как бы побеждал больше Рога. Я не знаю, зачем он это. Может, он такими всякими хреновинами, конечно, и побеждал. Я не уверен. Сейчас учитываю преимущество Рога. Рога сам может чизануть, на самом деле. И это может очень быть для Гидра опасно, потому что ведет 2-1 и навряд ли Гидра будет ранние пулы какие-то делать. Хотя он может тилтануть и попытаться пан или пропал, допустим, сделать какое-нибудь, что вкатит 2-2 решающую. Или же все-таки на подольше сейчас что-то сыграет. Ну, посмотрим. Наверное, даже Гидре не стоило в третьей игре полную улын делать какой-то. Имело смысл просто 10-й, там 9-й пул под пуш лингами без газа сделать, рабочих убивать и попытаться выйти самому в хату. Рог пул первый. Гидра очень грамотно поступает, заказывая 15-ю хату, потому что, ну, понимает, после таких двух часов наверняка оппонент сыграет надежнее, хотя при пуле первом экономика не сильно-то проседает. Да. Да. Ну что, полугидра готов практически. У Рога уже королева строится. У Рога прилетает, все прекрасно видит, как и Гидра. У Рога дроны, Парабам равен. Сейчас Королева выходит, Рог овера будет пытаться фокуснуть. Нет, не пытается, просто спустил Королеву. Бомбсик много всяких факторов. Полная хрень, она только со стороны кажется полной хренью. При детальном рассмотрении всех деталей становится понятно зачастую действия игроков. Так что, как-то так. Ну что, две Королевы пытаются убить лингов, забегающих от Рога. И Рог не забегает, поэтому... У Рога Беллинг Нест, у Гидры 10 дронов. Ой-ой-ой, 10 дронов, офигеть. Гидра сейчас жестко, Рога обгонит кэш по рабочим. 36, 28 уже. Линги проходят на мэй, но Королева третья их встречает. Все, что увидел Рог, это гигантское количество лингов. Гидра ставит Роуч Ворон, где он заказан. У Рога 4 линга сейчас строятся. Плюс рабочие линги исключительно перестраховочные. Беллинг Баста не будет. Роуч Ворон Эволюшн на рампе. Точнее, на рампе, на проходе на вторую. Поэтому здесь уже Гидра, в принципе, защищен. У лингов мув есть, но им не пройти. Прошу прощения, что зеваю, но позволительно уже в такое время. Да и стрим идет с 5.45 примерно. Ну, 40. Через 5 минут будет 12 часов. Короче говоря, стрима рекордных не будет сегодня, и слава Богу. Спасибо, Нуму Горец. Ну что, прибегай от Гидра. Много лингов, много лингов у Гидры. Рог прочитал, что там дальше пойдут Роучи. Кстати говоря, если б не эти... А, Роучи уже пришли. Плеток, тайминг, просто идеальный сейчас. Не получилось Бэйнов укуснуть. Нужно Бэйнов укусить обязательно Гидро. Ой, Роучи, простите, сейчас. Заходит Роучи до Муталисков еще очень долго. Роучи хорошо. Атакует ДБ только лингов не отдавать. Ни в коем случае на Бэйнов. Линги Роучи заходят дальше. Хорошая позиция для Гидры. Получится ли продавить это его фирменный старый пуш. Линги плюс рабочие выходят. Роучи падают. Роучи очень хорошо дерется. Но Муталисков пока я не наблюдаю. Плетка перекапывает. Судя по всему, это 3-1 Роуч. Пуш провалился просто в хлам. Пора, бам, отстает Гидра. По всему Гидра отстает. Изенс, королева загуляла. Бэйлинги есть. Как же? Блин, тайминг. Тайминг плеток идеальный от Роучи, я бы сказал. Сейчас был в этом и суть вся ситуация этой была. Так, королеву минусует. В итоге один Бэйлинг упал. Здесь Линги пытаются контратаковать. Роуч забегает к Гидре. Гидра забегает к Рогу. Но здесь есть уже один Бэйлинг. Еще 4 Морфица. Попытка Гидры пройти на Мэйн. Часть на вторую забегает. Здесь королев пытается Роуч минуснуть. Но не так-то просто это дело. Бэйлинг взрывается. Остальные Линги принимают. Здесь у Гидры ничего не получилось. Хотя на Мэйне что-то ни одного рабочего не погибло. Судя по всему ни одного раба не погибло. И Муталиски вовсю пошли уже. Короче, несмотря на две базы Рога, я не знаю как Гидра вот эту третью. Ой, какие спорки поздние от Гидры еще. На третий надо спорку ставить. Пока Рог выбивает оверов, может быть получится успеть что-то сделать. Здесь Линги отвлекают внимание Муталисков. Спорки, конечно, строятся. У Гидры делается рейндж. Жевая атака. Плюс мув Роуча. Но кто королев будет прикрывать? Сколько Лингов рывается? Что ж ты делаешь, Гидра? Что ж ты творишь? Роучи ровно ноль. Это минус Гидра, ребятки. Хотя тут королевы пока держатся. Роучи заказаны. Но вот спорка минус овер. Сейчас минус овера в итоге будет. Печаль полная. Вот посмотрите. Имеет три Роуча Гидры сейчас, он бы отбился легко. И ситуация была бы нормальная. Но Гидры и здесь спорки нет на третьей. Ошибки детские. Вот реально детские. Как Гидра 6.1 до этого Рога побеждал, я просто не понимаю. Убиваю. 97.61 по лимиту. Муталиски все убивают. Ну что, 108.62. Рог уже Роучи много настроил. Да нет, здесь все очевидно. Потери просто гигантские. Рог будет играть против Соса. Так, здесь Роучи приходят, отдаются. ГГ пишет Гидра. Рог играть будет против Соса. Классик будет играть против Лайфа. Классик против Лайфа. Как-то более сильной парой выглядит. Ну вот так вот. Сексибой, да, выигрывает. Очень невнятная игра от Гидры. Я вот смотрю, честно говоря, у меня тоже напрашивается. Неужели так это, действительно, они сливаются? Ну, тут, наверное, подрешало то, что у Гидры были слиты вот предыдущие игры так нелепо. Ну, как-то печально. Ну, как-то печально. Поехали. Ну, так-то печально. Поехали. 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 так нет сегодня еще счастья посижу посмотрим сейчас объявят когда эти шоу матчи будут наконец-таки сейчас стоп старт сделаю подождите